Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Новое за неделю. Новое не значит обязательно какие-то политические новости, во всяком случае для меня. У меня, например, самое важное новое за прошедшую неделю. Я узнал, что в Германии у каждого ученика, у каждого подростка школьного возраста есть планшет. А в Германии у одного из 68. И эта новая информация мне повергла глубокое изумление. В Финляндии все жители поставили себе на телефон программу, которая отслеживает перемещение, чтобы понять, кто контактировал с заболевшим. А в Германии у многих таких даже телефонов достаточно новых нет. Про Россию, естественно, мы не говорим. Я это к тому, что Запад часто кажется цельным. Германия, между прочим, в сравнении с Финляндией, она, в общем, тоже все-таки социальное государство. А сравним с США. А в США еще и голодные дети есть. Просто голодные дети. Как в США даже не везде хороший интернет. Ладно, хлеба нет. Интернет плохой. Это же шутка. Куда хуже. И в Финляндии больше доверяют правительству. Кстати, в Америке вся неделя это сплошной цирк. Народ напрягся. А что, если Трамп заявит, что он победит, то есть он это уже заявил, и не выйдет из Белого дома? Вот кого тогда будут слушаться после 20 января? Байден же не поедет на танки в Белый дом. Я думаю. Очень интересно. 30 лет говорили, что в СССР секса нет. А теперь история с футболистом Дзюбой. То есть я вообще футбол не смотрю, не слушаю, но она даже до меня докатилась. Появилось видео, где он занимается анализмом. Какой ужас! И чем мы от СССР тогда отличаемся? Я помню, в 90-е годы в комсомолке на последней странице всегда давали фотографию обнажённой девушке. Это был символ перестройки, гласности, прозрачности. И вот в течение 90-х годов я занимался обзором прессы. Я разных институтов подрабатывал. И на этой девушке сперва появился один низ. Значит, узенький бикини. Во второй половине 90-х лифчик появился. А потом уже пошли сарафаны. Но затем я перестал заниматься этой работой. Не слежу. Подозреваю, что она сейчас просто ходит в комбинезоне цвета хаки. В СССР секса не было. В СССР было дикое, беспримечное распутство. То, что называется на букву «Б» и окончается на ствол. Оно сейчас тоже есть. И в верхах, и в низах. Оно разное. Внизу просто животное сходство. А вверху сейчас стали говорить эротический интеллект. Способность осознать свои эротические фантазии и их реализовать. Да, эротические фантазии. Деньги они любят. Вот и вся эротика. Эл Кеслер. Социолог Эд Кеслер. В Британии провел опрос 11 тысяч человек. Исследование привлекло мое внимание, потому что он сделал интересный вывод, что работа на дому повышает уровень ксенофобии. Так что в этой нашей нынешней удаленке у многих есть свои минусы. Ксенофобия, потому что человек мало контактирует с другими людьми. Это очень важный источник ксенофобии. Вот я вырос в советские годы. Причем я рос в школе при МИДе. Ну, попал, потому что мы рядом жили. У нас в классе даже была живая англичанка, Жанна Перхан. Не знаю, что сейчас с ней. То есть я знал, что иностранец – это не абстракция, это вот. Но ни одной негритянки я не видел. Ну, в общем, наверное, до перестройки. То есть лет до 30 с лишним. Не видел вообще. Ну, кроме как на экране. Но этого мало для человека. И в результате я был и расист, и гномоком. Потому что я не знал, что есть такие вот живые люди. Может быть, среди моих знакомых, наверное, были и тогда голубые. Но я не знал, что они таковы. И не понимал, что и те тоже нормальные люди. Это очень важно. Проблема не германской церкви. Германские ветеране и католики в 19-м году через государство получили 12,7 миллиарда евро. Ну, давайте округлим 13 миллиардов. Там система такая. Человека при рождении записывают в ту же религию, что и родители, и берут, ну, там, 8-9%. В этом году всего 11,6 миллиардов. То есть на целый миллиардик меньше. Зарплата сокращается. Но больше всего меня потрясло не то, что Германия до сих пор не требует это изменить. Потому что Кесарево, Кесарева, хочу платить церковный налог, я сам заплачу. Зачем мне для этого государство? Что это за безобразие? Это вообще-то кощунство так, если по большому счету. Меня потрясло то, что мусульмане в Германии требуют равенства, чтобы и мусульмане платили налог на мечети через государство. Вот такой вот запят. Ну, конечно, самая комическая новость. Польша и Венгрия заблокировали бюджет Европейского Союза. Потому что там один закон приняли. Не финансировать какие-то там программы в странах, где нет правления закона. Ну, не правовых государств, типа Польши и Венгрии, которые закрылись для беженцев, которые травят евреев и так далее. Польшу ликвидировали практически Конституционный суд, много там чего. Они обиделись. Заблокировать этот закон они не могут. А бюджет, значительно более важный закон, могут. Там принцип единогласия, консенсуса, как в Польском Сейме 17 века. Я думаю, что, божечки-то, наши на грубость нарываются. Возьмут и исключат ЗС и правильно сделают. Потому что думали, что достаточно освободиться от Кремля, и человек будет святой. Ха-ха-ха. Три ха-ха. Четыре ха-ха. Очень этого мало. И мы в России этого знаем. Гонпутин освободили из-под власти ЦК КПСС. И что из этого вышло? Кстати, в Польше приняли поправку. Вот новая локцина, значит, пошла. Уже приняли поправку к закону медицинской помощи. Эта поправка разрешает принудительно, вплоть до одевания смирительной рубашки, делать людям прививки. Я вот себе представил. Так у меня в смирительную рубашку одевают. До четырех часов можно держать смирительную рубашку, если понадобится, то до суток. Я не очень понимаю. А что прививка укололся и пошел? Зачем сутки-то? Акции Пфайзер, которые первые объявили, что вакцина готова, взлетели. И один из менеджеров, бывший из винологи, Альпии, пробовал свой пакет акций и выручил 9 миллионов евро. В тот же день. На следующий день акции упали. Так что новая мужика. Потому что народ подумал, а прибыль-то от этого будет? Ведь вакцина в значительной ступени будет датироваться, а не продаваться за столько, за сколько хотелось бы тем, кто ее производит. И вот есть люди, которые говорят, что зачем нам государственный контроль? Разве булочник без инспекции будет травить свои булки, убивать людей? Во-первых, может. Люди иногда сходят с ума. В Германии сейчас вот поймали нам доедство мужика. Но не мусульмане, кстати. Может быть, протестанты, ревокатолики. Я думаю, анталисты, агностики. Тоже ледоедствуют всем. Так вот, травить, может, и не будет, а бесплатно раздавать не будет. Вот оно, почему можно это государство. А подлинка в том, что это вакцина и Pfizer, они же ведь не с нуля начинали. И государство им помогало. И образование не получали многие бесплатно. В Германии с высшим образованием так. А прибыль обналичил один джентльмен. И этот джентльмен даже не отличит, я думаю, микроскопы от чашки Петри. Потому что он менеджер, он налаживает логистику изобретательскую. Это я к тому, что капитализм капитализма особенности тоже надо иметь. На этой травминуте я позволю себе закончить сегодняшнюю программу. Всего вам доброго. Это был Яков Кротов, сайт jakov.webs. Ну, голос Якова вы сейчас слушаете. А за деньги на сайте Patreon там можно еще много чего. Счастливо, друзья мои. Завтра в полдевятого разговор с тремя жителями Парижа о том, что за государство такое во Франции, которое пытается перевоспитать мусульман, и не только мусульман, но и рима католиков и вообще. Да и сите называется. Это был яков Кротов.